Приветствую всех! Сегодня такой интересный нож. Почему интересный? Вот такой вот, я так понимаю, это финка НКВД была. Интересный, почему интересный? Потому что это ХВ-5, то есть алмазка. Вот такая сталь. У меня на заточке первый раз, я с такой стали сталкиваюсь. Вот были, конечно, твердые стали, да, был опыт общения с такими, ну не с такими, а вообще с твердыми сталями. Я думаю, с этой тоже справимся. Что у нее по характеристикам, как заявляют на сайте, твердость у нее 62-65 единиц по шкале Рокула, это очень много. Ну, я считаю, это очень много, да. Некоторые термисты доводят ее даже до 70. Ну, я не знаю, что это получается. Он и так хрупкий, а на 70 единицах, я вообще не знаю, его страшно будет из рук выпустить, чтобы он не раскололся. Ну да ладно. Вот, сейчас появится фотография, вот в таком виде ножка мне пришел. Сейчас это выглядит вот так, ну то есть видно было, да, что кончик облома на него был. Не знаю, что им делали. Вот, соответственно, здесь я это дело все поправил, но видите, да, сведение увеличилось, здесь оно нормально, существуют подводы. Вот, что хочу сделать. Я хочу во все это дело попасть и подвод сделать максимально одинаковым. Для того, чтобы это все получилось, нужно будет очень сильно поизгаляться зажатием, потому как разница в градусах, ну, как по мне, так должна быть порядка двух градусов. То есть, здесь если должно быть 17, то здесь должно быть 19, да, вот, потому что сведение очень сильно ушло. Ну, соответственно, за счет этого и подвод должен быть одинаковым. Вот, можно, конечно, все сделать в один градус, но тогда здесь, соответственно, подвод будет широким, он уйдет. Так что, вот так вот, сейчас буду отклеивать его, зажимать, точить его буду синтетикой. Вот, есть два варианта. Либо карбидом кремния, либо оксидом алюминия. У меня есть 25-я серия Касимов, 25А, которая вполне прекрасно справляется с твердыми сталями. Уже не раз это было проверено. Вот, и сейчас буду пробовать точить ее Касимами. Все показывать не буду, потому что я даже не представляю, сколько это все займет времени, чтобы сейчас здесь это все, это все дело вывести. Вот, буду включаться, периодически показывать, что получается. Да, но на данный момент, видим, подводов практически тут нет. Ну, наносики, естественно, ничего нет. Вот, так что приступаю к работе, и включусь попозже, и покажу, что у меня получается. Итак, приятно удивил меня этот камень, 150-й Касим, которым я практически не пользовался, но в тот же момент он меня расстроил. Все, вот, чуть-чуть, ну, как чуть-чуть. Я им сделал, сформировал полностью весь подвод, но он поймал седло. То есть, его уже надо ровнять после вот такой же лески. Так, смотрим, что получается. То есть, после 150-го камня он уже уверенно режет. Ну, это понятно, что твердость в этой столе большая, поэтому с каждым камнем рез будет только добавляться и добавляться. Сейчас сниму, покажу поближе, какие получаются у него подводы. Вот, с зажатием особо играться не пришлось. Все получается довольно-таки неплохо. Так, секунду. Сейчас я возьму салфеточку. Все это дело вытру. Ну, вот такие получаются подводы. Подводы абсолютно одинаковые. Что на носике, что в пяточке, по всей длине он абсолютно одинаковый. То есть, все получилось то, что я хотел. И угол, угол здесь, он был заточен на на 50 градусов. Ну, соответственно, ширина клинка, он сам клинок узкий и маленький угол здесь, ну, по большому счету, он здесь и не нужен. Вот. Я начал точить его на 24 и потихоньку, я думаю, подберусь к 25 градусам. Микроподвод я делать здесь не буду, потому что на этой твердости он не нужен. Вот. Так что, продолжаю потихоньку работать. Сейчас пойду 320 кассимом. Вот. Работаю и включусь. Покажу, что получается дальше. Итак, не стал я включаться после 320 кассима, потому что ничего интересного там не было. Кромка еще выкрашивалась. Вот. Сейчас после 600 кассима уже кромочка практически ровная. Вот. Режет он уже гораздо лучше. То есть, рез у него он уже сгрызается в бумажку. Режет он уже шикарно. Даже после... О, блин, не видно, да? Извиняюсь. Сейчас покажу. Двигал к себе. Профиль, чтобы неудобнее делать. Вот. Ну, уже видно. Подвод уже начинает такой вот... Может даже где-то чуть-чуть зеркалить. Вот он уже бумажку грызается прям. Остроту начинает набирать. Очень хорошо. Ну, то есть, рез у него уже... Уже у него рез хороший. Это после 600 кассима. Сейчас я еще поработаю тысячным и попробую... Пройдусь притерами по нему. Микроподводку, говорил, делать не буду. Вот. Посмотрю. Хочу подводку попробовать сделать зеркальным. Ну, не то, что совсем зеркальным. Ну, чтобы он зеркалил. Так что сейчас пройдусь тысячным. Посмотрю. Ну и... Либо включусь после тысячного, либо после притеров. И покажу уже, что получается. Итак. Работу я закончил. Что сделал? Как говорил, прошел тысячным кассимом. Потом взял свой чугунный притер. Вот этот. Который 7,5. Вот. Взял пасту 7,5. Чуть-чуть маслечка. Пошел. И потом все это стер. И пошел еще раз сухим. Итог. Как сейчас нож режет? 50... Так. 50 градусов. У нас общий окул. Получается 25 градусов на сторону. Сейчас с движением. Все это дело проваливается. Хоть на носике. Хоть здесь на пяточке. То же самое. Бумажка загнулась. Неудобно. Но режет он. Рез у него просто огненный. Ну, соответственно, железка очень твердая. Поэтому режет он очень хорошо. Так. Сейчас я его сниму. И покажу, что получилось. Так. Получилось вот что. Вот они. Стали зеркалить подводы после притера. 7,5. Вот. Так. Вот. То есть. Вот они абсолютно одинаковые. Что может чуть-чуть. Но это если приглядываться по сравнению с пяткой. Ну, как по мне, так они одинаковые. Что на носике. Что на пятке. Так. Порезу. Порезу. Смотрим, как нож режет. Ну, режет. Вот так вот. Везде. По всей длине. Блин, неудобно. Ну, вот. То есть. Рез у него сумасшедший. Для этого угла. Режет он просто огонь. Вот. Так что. Вот такое было восстановление. Вот этой финки НКВД. И стали ХВ-5. Кому понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Дальше будет много интересного. Скоро уже приедут мои льборы. Которые я буду тестировать. Смотреть, как они работают. Вот. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok